...которые образуются на месте травмы, да и есть скопившиеся тромбоциты. Вот насколько они активны. Ну, нельзя сказать, что волшебство, но буквально секунды для того, чтобы решить такую проблему, которую, как говорится, или жизнь, или смерть. Для нас очень важны те факторы роста, которые находятся в тромбоцитах. Они недоступны. Для того, чтобы они были доступны, должна произойти дегринуляция, то есть разрушится оболочка этих факторов роста. И тромбоцитов. И высвободиться должны факторы роста. В то время, когда мы делаем инъекцию, что происходит в нашей дерме, если говорим про эстетику? С возрастом наша дерма уплощается в неблагоприятные условия для работы фибробластом. Как только мы привели плазку. Мы вызываем процесс образования эндогенной гиалуроновой кислоты, которая работает долго, которая притягивает к лапу и создает благоприятные условия для фибробласты. Фибробласты — это фабрика по производству коллагена. Что такое коллаген? Это чёрные контуры и овалы лица, которые мы теряем в свободе. Теперь, если он межклеточный матрикс с плющем, как только появляется эстетико-эстетико, за счёт привлечения влоги он приподнимается. Значит, капилляры, наши сосуды наполняются кровью и могут полноценно работать. Это яркий цвет лица. Он с возрастом становится тусклым. Восстанавливается межклеточная матрица. Но хоть даже этого, казалось бы, достаточно, чтобы иметь хороший вид. Но ещё факторы роста способствуют тому, что нормализуется баланс между синтезом и деструкцией коллагена. С возрастом накапливается всё больше старого коллагена. Он не эластичный, он хрупкий. Значит, опять-таки нечёткий овал лица. Значит, опять пролившая кожа. Ещё с возрастом коллагеназа начинает разрушать. Когда женщина, например, в предной перископчистом возрасте, постменопауза, коллагеназа очень активно работает. И она разрушает не только старый, но и молодых коллаген. И это опять сказывается на качестве нашей кожи. Она не упругая, не эластичная. Тонус её снижен. Вот для отстяжения такого видимого эффекта мы с вами можем работать с алкологичной плазмой. Фибробласты содержатся во многих клетках крови. Это и тромбоциты содержатся. И в фибробластах, и отодиобластах, и лимфоцитах, и в тучных клетках. Но самое большое количество факторов роста – тромбоцитов. И для экологичной ревитализации это самое удобное, самое лёгкое, откуда мы можем достать эти факторы роста. Что же из себя представляют факторы роста? Потому что они нам с вами интересны. Это фрагменты биологически активных протеинов из группы цитокинов. Именно они связываются с рецепторами клеток и проявляется их действие. Также эти факторы роста участвуют в процессах хемотаксиса. То есть доставка клеток в месту погреждения. Мы с вами наши инъекции делаем адресную в ту зону, где есть проблема. Ну и вот сейчас она эта проблема, мы её и решаем эту проблему. Поэтому очень важно, что ускоряется этот процесс. Факторы роста стимулируют метод с клеток. С возрастом деление клеток замедляется и восстановление их замедляется. Если считается, что до 25 лет необходим 21 день для восстановления, то после 25 лет каждый год плюс один день. То есть когда нам 40, нам нужно 36 дней для восстановления. Мы ускоряем этот процесс, вводя туда факторы роста. Также они влияют на процесс ангиогенеза. То есть восстановление поврежденных капилляров, укрепление стенок сосудов, в тёмные круги под глазами, которые от того, что растянулась эндотелий сосудов, его оболочка, и он стал просвечивать. Мы укрепляем с нами сосуды. Мы восстанавливаем те, которые были из-за повреждений межклеточного матрица сплющены. То есть они начинают эти капилляры отрастать. И участвуют в пролиферации клеток и в восстановлении межклеточного матрица. Вот что с вами мы можем получить. Но это ещё не всё. Тромбоциты называют граммуноцитами, потому что они содержат граммуны. Плотные граммы содержат серотонин, ионы кальция и ещё некоторые элементы. Но самое важное для нас, которое необходимо, для наших с вами целей, это альфа-граммы. Именно в альфа-граммунах содержатся такие факторы роста, как тромбоцитарный фактор роста, который является метагеном и стимулирует активную работу фибробластов. Также трансформирующий фактор роста, который тоже стимулирует работу фибробластов. И ещё подтягивают сюда стволовые клетки. Но самое важное, это эпидермальный фактор роста. Что он делает? Он самый мощный, во-первых, самый мощный стимулятор для тех же самых фибробластов. Он стимулирует восстановление и работу корнеоцитров, которые находятся в терме нашей, в эпидермисе. Затем он нормализует баланс между работой всех клеток. И очень важный фактор роста, это мускулярно-эндотериальный фактор роста, который принимает участие и активизирует процесс ангиогеноза. Для того, чтобы это всё получить, и ввести в термопациента, компания шоу-эндотерины создавать систему, которая создает вот такой набор. В этой коробке две упаковки для получения, ну, для забора крови, для всё необходимое, начиная от стерильной салфетки для обработки, иглобабочка, пробирки, жгут, ну, то есть, и всё, что нужно для проведения процедуры. Шприцы, иглы для мезонтерапии, то есть, вам ничего не нужно, кроме вот этого набора, вашего палата, кабинета и пациента. Специально какой-то подготовки для этого не нужно. И ценность семейства пробирок, которые имеют разные характеристики и немного отличаются друг от друга. Активатор, ДНК-активатор мы его называем. Два флакона по 2 мм. Тоже сейчас расскажу, что это такое. Вот это всё, что содержится в этой коробке для забора крови. Несколько видов пробирок. Это вагонные пробирки. Первая пробирка классическая. Там содержится только антикоагулянт, цитрат, натрия. Остальные все пробирки будут с разделительным гелем. Для чего вот такие пробирки? Пробирка, которая без разделительного геля, там в содержании тромбоцитов 45% плазмы. И включение в плазму эритроцитов допускается до 10%. То есть, эта плазма будет менее активна, чем та, которая с разделительным гелем. Здесь мы можем забрать меньшее количество пробирок. Но если наш пациент не очень взрослый, еще молодой, у них проблемы какие-то, да, с кожей, зачем нам нужна сильная активация? Мы можем пока использовать вот такую плазму. Если проблема более серьезная, то мы берем пробирки с разделительным гелем. И пробирки с разделительным гелем очень удобны в работе. Некоторые доктора только ими пользуются, особенно, кто начинает, очень удобный забор вот самих тромбоцитов, поскольку они находятся на поверхности этого геля. Все пробирки по 10, по 9 миллилитров. Значит, что представляет из себя эта пробирка с разделительным гелем? Это тексатронный гелем, который в процессе затронулирования располагается в корпускулярной части и его магнитная структура выцелкивает эритроциты на дно пробирки. Они остаются внизу, а на поверхности тонкая пленочка из тромбоцитов и плазма. Вот мы ее и выбираем. Очень удобно для забора, не попадая в эритроциты. В таких классических пробирках значит, количество тромбоцитов уже 80%. С той стороны, цеплазмы. И эритроцитов всего 3%. Есть еще пробирки, которые 12 миллилитров. Для чего они? Если вы планируете большую процедуру и вам нужно больше материала, просто здесь будет на 30% больше плазмы в сравнении с той, как те 9%. Совершенно такие же характеристики, как и у предыдущих прагедов. Что представляет из себя антикалориат? Это цитрогатия или генетрикистатра. Они не дают свернуться крови и выполняют только функцию антикалориат. Они токсичны, поскольку содержатся во многих клетках. И активатор Промо-Экс. Он содержит ионы кальция, и часть, которая называется Промо-Экс, это запрет. Патентованные технологии компании Промо-Италии. Для чего нам нужен активатор? Для того, чтобы произошла немедленная дегрануляция оболочки, и факторы роста могли свободно выходить. Они становятся водорастворимыми, они становятся доступными для наших пеканей и клеток. И они могут работать. Это два процесса, которые идут параллельно. Также происходит активация фибробластов, потому что здесь еще содержится в этом активаторе ДНК-нуклея-1. И мы видим результат, который пациент может наблюдать сразу за счет того, что здесь содержится активатор. Еще активатор способствует тому, что выделяется большее количество фактора роста, который воскулярно-эндотелиальный. То есть мощно восстанавливается ангиогенез. Это тоже важно. Восстанавливают наши капилляры, как говорила, укрепляются стенки сосудов. Поскольку компания Промо-Италия очень серьезно относится к тем продуктам, которые она выпускает. А выпускает компания Промо-Италия очень много для эстетической медицины, медицинское оборудование не выпускает. Помимо вот этой системы есть много препаратов и для мезотерапии, и для контурной пластики. Я как протекующий доктор давно работаю с препаратами Промо-Италии, когда еще не сотрудничала с ними. И вот у меня для биоревитализации мезотерапии препараты только теперь стоят компонент Промо-Италия. К чему хочу сказать? Потому что каждый компонент, который вводят в состав, он оправдан. Не просто так. Набор каких-то витаминов полезных и внесли. Какие-то антиоксиданты. Ну, хочу привести пример. Например, в биоревитализантах два антиоксиданта. Альфа-лифоевая кислота и Н-Аксиди-Сейн. Ну, вроде антиоксиданты и антиоксиданты. А для чего они? Н-Аксиди-Сейн. Он растворимый антиоксидант, который защищает клетки снаружи от свободных радикалов. Просто если поражается свободным радикалом, ими клетки отступают. Вот он снаружи, как наоборот, стоит и защищает, чтобы не повредить. Но какому-то свободному радикалу удалось пройти внутрь клетки, там уже альфа-лифоевая кислота стоит и снова защищает наши метокодрии. А метокодрии это государство в государстве, если гибнет метокодрия, гибнется клетка. То есть вот такая двойная защита наших клеток. И любой компонент, который идет в состав, он оправдан, изучен. Или, например, аминокислоты, которые они вводят, это 20 аминокислот, L-формы, левовращающиеся. А мы знаем, только такие левовращающиеся изомиры аминокислот способны синтезировать коллаген. То есть ничего лишнего, лишь бы, все продумано, все научно обосновано. Можно доверять тем разработкам, которые делают зеленые компании. В 2012 году в октябре месяце компания Кромоитали совместно со своим научным департаментом и совместно с профессором Фармезаном, доцентом кафедры клеточной и молекулярной биологии и патологии и объявляется профессором Неаполитанского университета, провели сравнительный анализ плазмы, которая активирована активатором методом и плазмой просто, которую обычно взяли. Чем же отличается и стоит ли вводить туда активатор, чтобы процедура стала еще дороже, насколько это эффективно, что мы с вами можем наблюдать. Плазм взята группа людей, на которых проводились эти исследования, это 6 мужчин и женщин в возрасте от 27 до 40 лет, которые не имели на момент забора крови исследований, каких-то воспалительных заболеваний. И исследовались огромное количество факторов роста. Те, которые нам интересны, как докторам эстетизма, тромбоцитарные факторы, устрофакторы роста, гемотериальные, фаскулярный, трансформирующий фактор роста и некоторые факторы роста, которые отвечают за воспалительные реакции. Вот это и было исследовано. Есть такие таблицы, вот для каждого из факторов вы можете это посмотреть. Хочу сказать, какой результат получили, что вы видели активатором. Значит, после исследования и введения активатора по сравнению с плазмой, где не было этого активатора, наблюдалось, что через час увеличилась высвобождение и работа таких факторов роста, как фактор роста тромбоцитов, властулярный инвестициальный фактор роста, через 24 часа еще больше и замедлялось высвобождение и работа факторов роста, которые вызывают воспалительные реакции. И если вы будете делать эту процедуру, вы заметите, что явление гиперемии, отелочности после процедуры намного ниже, чем даже если мы делаем обычный плазм. И вот эти видимые какие-то побочные эффекты очень быстро проходят и восстанавливаются. Быстрая реабилитация происходит. И если мы делаем только плазму, у нас эффект первое время держится за счет того, что мы видим явление воспаления и отека. Здесь, поскольку нет такого сильного воспаления и отека, то быстрее проявляется за счет факторов роста, работа и результат. Потому что когда мы с вами делаем только плазму, нужно 45 дней, чтобы получить этот результат, чтобы восстановился межклеточный материн. Здесь скорость увеличивается, здесь мы быстрее видим результат, и он намного дольше. Еще хочется сказать, что компания сама Кромо Италия некоторые процедуры рекомендуют вообще одну процедуру в полгода. Для молодого организма это вполне достаточно, чтобы проявился этот эффект. Но, например, в трихологии мы делаем три процедуры, но дальше я об этом скажу, я просто хочется все донести и быстро вам говорю раньше, чем слайды вышли на экране. для того, чтобы получить такую плазму, где не были бы повреждены тромбоциты и где были бы доступны факторы роста, мы можем использовать два вида центрифуг. Это с фиксированным ротором и с бискулантным ротором движущимся. Для того и для другой центрифуги есть своя скорость и есть время, которое необходимо для того, чтобы получить это. Если фиксированный ротор, у нас вот такие характеристики, различные могут быть характеристики, вы просто выставляете нужное время и нужную скорость. И вот так выглядит бискулантный ротор. У компании кромоидалии тоже есть свои центрифуги, но есть еще немецкие центрифуги, которые только для плазмы ЕВ-20, например. То есть можно работать с любыми центрифугами, характеристики которых подходят для данной процедуры. Что мы можем видеть и для чего мы можем использовать эти процедуры? Во-первых, для регенерации ткани и кожи термом, для восстановления термом, для восстановления термом, поврежденной ультрафиолетом, для лечения шрамов, рубцов, постакне рубцов. Очень хорошие результаты для лечения вообще акне и постакне рубцов. Фотостарение, стрессорная, гипоксичная кожа, древняя, возрастная кожа, пре- и постменопауза и для стимуляции клеточного обновления. Ну, вообще, можно расширить и много для чего еще использовать. Можно и работать с морщинами, можно заполнять, но, конечно, это не будет филлером. Но, если начинающиеся тонкие морщины у молодого человека, если мы проходим линейно-ретроградно такой пластмой обогащенной с гиперкоррекцией на 50%, мы стимулируем, значительно улучшаем и практически, если это тонкие поверхностные морщины, они становятся незаметны и не требуются какие-то филлеры. Хорошие результаты. Работать можно любая зона от волосистой части головы, от скальпа, до кончиков пальцев на ногах. там, где есть проблема, что может себе позволить пациент тонкие делами. Это и работа стрии. У меня просто есть свой опыт работы с растяжками, со стриями. Если они розовые, то они вообще быстро очень следы уходят. И был опыт работы с такими уже состаревшими белыми стриями. Значит, мы платили их как? Ну, просто инъекции и вводили при помощи аппарата с радиочастотами. Сфератил такой аппарат есть тоже компания в Роман Талли, когда нагревание происходит только на кончике и кури. Значит, где плотная кожа, например, наружная поверхность гидра. Вот после одной процедуры, поскольку кожа плотная, уже был хороший виденый результат и пациент был очень доволен. Там, где дряблая кожа, внутренняя поверхность, дряблая, там требовалось 3-4 процедуры в зависимости от возраста. Я вам не скажу, что она стала идеально ровной, но прошла вот эта дряблась и визуально, визуальный эффект был такой, разглаживый. Если присмотреться, конечно, это можно было увидеть, но визуально очень выглядело все эстетично. Можем с вами работать с морщинами. Как я сказала, можно работать со складками. Если мы работаем со складками и морщинами, вводим линейный как филлер, но более поверхностно и вводим с гиперкоррекцией на 50%. Теперь в зависимости от того, какой эффект вы хотите получить, вы хотите глубже тонус кожи, вы хотите плотную кожу, тогда работаем в глубокой дерме, потому что фибропласты находятся именно глубоко в дерме на глубине 3 мм. Глубокая дермальная папула. Зона под арбикулярной зоной. Работаете настолько близко к ресницам, насколько есть проблемы. Не бойтесь, здесь можно работать под кожей. Хорошие результаты и когда темные круги под глазами мы понимаем, что это результат того, что просвечивают сосуды и здесь структура кожи немножко другая. Если коллаген на лице с положен такими так скажем линиями, то под глазами он имеет вот такую структуру сильчатую. Поэтому и малярные мешки у нас проявляются в капельке жира через эту сетку в рамках накапливаются видимо рядом с малярными мешками. еще что мы можем как я сказала активируем выработку эндогенной гиалуроновой кислоты. Ведь только она для нас важна. Когда мы проводим биоревитализацию обычной гиалуроновой кислоты мы знаем что это если просто процедура которую мы делаем раз в две недели гиалуроновая кислота очень быстро разрушается гиалуронидаза молекулы ее сделаны таким образом чтобы она продержалась в нашей терке 10-14 дней для того чтобы проявился ее биологический эффект. Гиалуронидаза подходит снаружи начинает ее разрушать и она тает 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 все проявился ее эффект он недолгий поэтому мы говорим нужен курс если гиалуроновая кислота для пролонгированной биоревитализации она более плотная когда же мы с вами делаем лазму наша эндогенная гиалуроновая кислота работает и она не так доступна для разрушения для гиалуронидаза они живут вместе они соседы хоть они вредные не любят друг другу антагонисты но они уживаются и эта эндогенная гиалуроновая кислота выделяется постоянно поэтому вот такой эффект восстановления межклеточного матрикса поэтому так активно работают наши фибробласты и коллаген у нас замечательный контуры лица натянутые ну конечно если пациент пришел к вам после 65 и там проблемы и ничего не делал будет сложно только этим но у нас есть батолотоксин диспорт у нас есть филеры при помощи которых мы можем работать если это все сочетать конечно это будет лучше результат будет более выраженным то есть мы будем видеть всегда моложавое без морщин лицо только по глазам мы скажем сколько мне сколько мне сколько лет потому что я очень активна поскольку мое лицо моя реклама я использую для себя это тоже и конечно каждый доктор который занимается эстетической медициной должен быть его лицо должно быть рекламой когда мы видим рекламу человек который говорит спросите меня как похудеть а сам большой мы говорим ну почему же нет результата так и мы с вами да конечно мы работаем как я сказала стимуляция на всех уровнях и на клеточном и на тканевом уровне какие противопоказания для этой процедуры ну все противопоказания во-первых которые есть для процедур мезотерапии и если нарушен нормальное функционирование тромбообразование если есть инфекции тяжелые инфекции которые нарушают иммунную систему например антифосфолипидный синдром его можно определить только при помощи лабораторных тестов но когда мы проводим с вами такую процедуру чтобы пациент понимал что это серьезная процедура что она стоит тех денег которые он платит за нее и он получит хороший результат если есть возможность хорошо бы сдать хотя бы общий анализ крови и конечно я рекомендую своим пациентам за 3 дня до процедуры не принимать пищу которая вредная копченая соленая шоколад крепкий алкоголь за 4 часа ну да вы же понимаете что мы получаем из крови сливки если он принимает витамины то они будут сконцентрированы могут если делаем лицо могут быть ну какие-то мелкие высыпания потому что испыток этого витамина будет в этой зоне если принимают какие-то лекарства вы задержитесь пусть пройдет курс лечения а потом как только вы понимаете что из организма вывелся этот препарат делаем процедуру это очень серьезно хотя казалось бы просто взяли кровь в центре копа получили и тут же сделали емцы ничего сложного подойдем к этому серьезно как доктора то есть это такая медицинская процедура значит еще произведем показания почечно-печеночная недостаточность лечь положительные пациенты керпес в активной фазе пациенты склонные к коллагенозам к образованию килоидных рунцов и завышенные ожидания пациента если он думает что вот ему сделали плазму это не стволовые клетки но даже стволовые клетки они дают такого эффекта я работаю еще в клинике которая выделяет собственные стволовые клетки но это скорее для здоровья и для лечения но у меня есть пациенты которым я колю эти стволовые клетки уже допустим самые первые 7 лет в дерму они просто не стареют может не стали моложе но они не стареют и явление витилика уходит и вы знаете что плазма когда мы ее делаем тоже оказывает такой отфиливающий эффект если у вас какие-то пигментные пятна и вы сделаете акцент на этих пигментных пятнах они станут светлее они не совсем будут но станут светлее а а коже нет коже конечно нет нельзя да любые онкологические заболевания являются противопоказаниями но есть пациенты которые прошли химиотерапию сделали какое-то лечение или доктор им говорит ну вы можете себе что-то позволить тогда лучше все-таки не плазму до конца не изучим вдруг она простимулирует что-то у нас есть отличные препараты просто гиалуроновая она будет безвредна ну чтобы человек он же такой же человек и имеет право на красоту не важно что у него это заболевание давайте ему сделать такую процедуру пиоревитализации то есть вы знаете есть какие-то стандарты говорят вот это то-то 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 мы же сами не глупые люди нас обмануть нельзя если говорят это чудо и вы станете вам было 40 вы станете 25 мы всегда подвергаем сомнения потому что мы практикующие с вами мы знаем чудес не бывает или мы говорим отлично этот препарат работает в психологии аллопеция но какая если это андрогенная аллопеция у нас вообще бы не было лысых людей и получили бы новинство премии ну техническая аллопеция аллопеция стрессовная там скажем да послеродовая менопаузальная аллопеция после приема антибиотиков активно выпадают волосы мы все с вами можем решить если даже аллопеция андрогенная вместе с эндогринологами почему нет вместе можем решить теперь мы говорим что очень хорошо помогает при акне но причину ее надо устранить мы с вами только поверхностно если это сделаем восстановим а если чего это может быть проблемой внутри какие то есть решим эту проблему если ну не понимаем в чем дело отправили другом доктору если девушка финикова может быть может там какие то проблемы то есть подходит так разумно и каждому пациенту подбираем свою систему не так что а это проверка я тебе говорю всем нужно сколько нужно одну процедуру или вы хотите три процедуры потому что она взрослая или потому что вы видите очень хорошо работает когда плохая кожа на шее если девушка пришла тридцать пять лет мы ей сделали одну процедуру она ушла у нас с лебединой шеи дама пятьдесят пять я ей сделаю три процедуры чтобы получить эффект не так как двадцать пять но лучше и лучше накопительный эффект поэтому есть протоколы но мы с вами как разумные люди немножко включаем скепсис и придумываем свои схемы вот и сейчас уже подходим к самим процедурам вот такие пробирки если это пробирка обычная без геля тогда необходимо в зависимости от того сколько вы хотите сделать инъекций только лицо лицо шею декольте руки или еще что-то подключаете в зависимости от этого вы берете количество пробирок одну или две если вам даже нужна одна пробирка в центре фуку чтобы поставить и был баланс в этих наборах есть одна пустая пробирка в которую вы наливаете воду и насыпаете вот столичка сахара тогда она становится по лесу такая как масса крови это у вас для балансировки берете или всегда четное количество или используется это запасное оборотов полторы две тысячи пять-шесть минут мы можем на это даже с вами не пройти время потому что в инструкции всегда есть с какой пробиркой на какой скорости какая-то при пугах это как бы уже технические характеристики если пробирка с гелем требуется большее количество оборотов если например фиксированная рука 3-3-500 и 6-8 минут в зависимости от скорости и к той порции плазмы которую мы с вами получили два с половиной миллилитра мы забираем шприц и добавляем туда 0,5 миллилитров активаторов этого достаточно для того чтобы произошла дегрануляция тромбоцитов оболочка стала доступной для выхода факторов роста и чтобы активизировать эти факторы с самые большие пробирки здесь нужно больше времени поскольку она больше эта пробирка сколько процедур делать ну если нет больших проблем компания считает что достаточно одной процедуры если мы говорим про трихологию то тут конечно не меньше трех процедур раз в месяц эти процедуры можно повторять можно делать раз в полгода можно делать поддерживающие процедуры например пациенты у которых проблема акне они ко мне каждый месяц ходят или пациенты которые против всего они даже батулотоксин не делают потому что считают это я и любой препарат который не аллопатический они против этих препаратов то есть тогда они ходят часто на эти процедуры не отказывайте если они хотят вреда нет это ваша работа это ваш бизнес сама процедура занимает времени немного это забор крови и 6-8 минут в центре и тут же мы можем делать по поводу анестезии как вы считаете я например своим пациентам делаю анестезию при помощи крема так что у меня очень много таких чувствительных которые не теряют боли ну и не вижу какого-то антагонизма или вреда от этой процедуры так как доказано что старение еще наступает от того что нервные клетки восстанавливаются 30 лет столько ждать не можем пусть хотя бы часть наших нервных клеток будет здоровь это доказано профессор такой Александр Петховецкий который возглавляет клинику наэробитер делает процедуру на мозг головной и как раз выделяет собственность головы ну и вот очень важно если кожа значит значит обезбожен если кожа мелкоморщинистая когда требуется больше внимания вы можете количество процедур увеличивать на свое усмотрение вот так быстро проходит эта процедура буквально одна минута вот это все что содержится в этом наборе то есть все что вам необходимо игла в лапочках проверки вакуумные то есть мгновенную герамику смешиваем с антикоагулятором выставляем в зависимости от центре фуги нужное количество оборудования и время получили плазму а вот здесь в этом разделительном слое тромбоцит это активатор добавляем 0,5 шприцы по 3 мл 2,5 плазмы и как раз 0,5 активатор если вы хотите получить эффект лифтинга вы корите под кожу глубоко по линиям ламберганса по линиям натяжения кожи и тогда вы получаете эффект лифтинга если вы хотите улучшить качество кожи вы полите глубокая термальная папула это где-то 3 мм я часто эту процедуру еще делаю при помощи конюля почему потому что пациенты те которые в социуме которые публичные люди не могут ходить с нашими папулами и ранками им нужно сделать поведенный перерыв и пойти как будто она ничего не делает можете делать при помощи конюля термо будет сложнее просто вы как узнаете что будет термо будет морщинить если и трудно вам будет проходить это как будто фиброзная ткань сложно но возможно вот если вы сделаете подкожно там уже легче попадет для эффекта лифтинга можно делать и иглой вот такие результаты через 4 месяца после одной сессии это тоже результат через 4 месяца после одной сессии видите там не столько складки сколько морщины и я сказала в периорбитальной зоне очень хорошо очень классно декольте 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 шеи кожа тонкая и хорошая реакция ответная реакция хорошая у мужчин хочу сказать результаты улучшены я не знаю почему эти вот все работают вот как я вам сказала посмотрите шея как хорошо реагирует ну здесь было сделано 4 процедуры раз в месяц и об использовании этой методики в треховом показано что происходит стимуляция после приедения плазмы обогащенной и высвобождение факторов роста что восстанавливается база анагена клетки начинают активно работать мы колем препарат на уровне волосяных луковиц мы колем глубоко это 3 мм почти до скальпа мы восстанавливаем фазу анаген мы задерживаем катаген то есть выпадение волос и мы пробуждаем спящие клетки в которых у нас есть волосяные луковицы которые неактивны мы их стимулируем и пробуждаем волосы становятся более густыми некоторые делают это с целью пропилактики для того чтобы получить роскошную шевелевую молодой девушке поддержать чтобы не было выпадения волос для этой цели существует два вида пробира с разделительным гелем гель 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 намеренно введен чтобы усилить его свойства гель гель на растворимый витамин группы созиды гель 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 И вот там в желтой коробочке, и вы, если увидите, сверху над разделительным келем такой желтый будет жидкость, да, это как раз и есть витамин В. В этой пробирке после центрифицирования мы получаем 70% плазмы от робоцитов доступных и 5% эритроцитов. И они смешиваются сразу с этим биотином. Они совместимы, никакой реакции не происходит и активно работают в сотрудничестве. Часто очень какие-то витамины, в частности витамины группы В, вводят намеренно в коктейли. Например, мы делаем биоревитализацию с коктейлем, который содержит пептиды и аминокислоты. Так вот, синтез этого коллагена возможен только в присутствии витаминов группы В. Все, есть аминокислоты, есть благоприятная среда, процесс не пойдет в том, что нет витамина группы В. Вот поэтому, значит, чтобы еще сильнее активизировать и восстанавливать, волосяные лопы все введет в биотин. Как сказала, останавливают выпадение волос. Как быстро это происходит? Если это было выпадение волос, стрессовое, антикозное, в связи с приемом антибиотиков, Практически на третий день волосы уже не выпадают. Останавливается выпадение волос, но еще вы не видите мышную шевелевую или там, просто новую волос. Для этого нужно, конечно, время. Эти процедуры мы делаем минимум в 3. И если вы знаете, что если делают просто плазму, даже система Ахмерова, они тоже от 3 до 6 процедур раз в 3 недели. Мы можем делать раз в месяц. Здесь проводится центрифицирование при 2000 оборотах, 6-8 минут. Также добавляем 2,5 мл. активатора. И 3 процедуры, каждая через 30 дней. Если пробирка простая, H5, все пробирки сертифицированные, имеются при европейской сертификатах, тогда 3000 оборотов, 5-7 минут, и также используем активатор. Тоже 3 процедуры в промежутках 30 дней. После процедуры, через 4 месяца. Это уже другой пациент, через 6 месяцев. Но это была травма, такое падение волос. И они росли, во-первых, все седые. И еще эта процедура способствует тому, что уменьшается количество седых волос. Меланин, горобат, может быть. И это еще не все. Есть у нас пробирки, в которых мы можем получать плазму и использовать эстетические пневекологии. Это пробирки с буквы W-BAS. Что они из себя представляют? И вообще, для чего это? Когда у женщин возникает тестофор, сухость, эстетические, ну, так скажем, они проблемы испытывают от того, что им кажется, внешне эстетически как-то некрасиво выгореться, это потемнение кожи. Значит, можно делать эту процедуру. Решая эти проблемы с дискулцией, происходит мощное увлажнение, можно делать эти инъекции в большие и малые половые углы, вкладки вокруг плит, в зону соединения больших и малых половых углов, в преддверии влагалища. Когда появилась у нас эта система, мы думали, что это будет востребовано только девушками определенного профессии. Нет, ни одной такой девушки у нас нет. У нас все добропорядочные. Есть молодые, у которых возникли проблемы после родов. Возникли проблемы в семейной, сексуальной жизни. И стоит вопрос развода, потому что ей неудобно, она испытывает дискомфорт. И кажется, что кожа растянулась, стало некрасиво. Мы подключаем филеры, но еще мы можем проводить с вами аутологичную приоревитализацию. Кожа в этой зоне светлеет, она становится упругой, увлажненной. И женщины, которые, значит, после метапаузы, тоже снимают эти проблемы. И еще, если есть, когда сухость, дискомфорт, проблема достижения оргазма. Эта проблема тоже решается. Так что от кончиков волос, от скальпа до кончиков ног мы везде можем использовать эту систему. Эта система безвредна, не токсична, не аллергична. Поскольку это наша с вами собственная кровь. Это, ну, я не могу сказать, что это новое слово, там, в биологии или в эстетической медицине нет. Давно использовали такие методики, но в эстетике мы стали использовать это недавно. И все расширяем и расширяем зоны применения этих процедур. Можно сочетать с лазерными процедурами. Отлично проходит реабилитация после лазерных процедур, реабилитация после сильных пилингов, срединных пилингов. И у компании «Промвиталия» есть, значит, один пилинг, срединный, в который находится в наборе в этом гель. Это очень сильный, мощный пилинг, где кожа просто с большими, ну, как ДСА, да, такой мощный пилинг. Но этого не происходит, и происходит быстрая ревитализация, восстановление, регенерация за счет того, что прикладывается специальный гель, в составе которого вытяжка из слизи улитки, а мы знаем, что слизи улитки быстрая регенерация, гиалуроновая кислота, эластин, коллаген. И он стерильный, этот гель. Мы, значит, определенное количество этого геля добавляем в нашу алкологичную плазму и получаем крем, который мы тут же мгновенно наносим после процедуры пилинг. Проходит чувство жжения, проходит дискомфорт, покраснение и очень быстро регенерация идет. Очень много этого получается в кремах. К сожалению, отдать мы его пациенту не можем, потому что он, ну, как бы без консервантов не долго будет жить. Но такая система существует. Теперь у компании Промо-Италии, если говорить о трихологии, существует система ХАС. Это плазма-лифтинг в наборе. Все для плазма-лифтинга. Но плюс туда еще, значит, 10 мл препарата для биоревитализации властистой части головы называется ХАИ-Плюс. Очень мощная, тоже восстановительная способность его. Мы делаем одну процедуру в плазма-лифтингах. Через 15 дней пациента приглашаем на процедуру биоревитализации. И еще плюс в этом наборе специальные сыворотки, которые пациент наносит себе покалом между вашими процедурами. И мезороллер. Он обрабатывает проблемную зону мезороллера, наносит эту сыворотку. Перед процедурой аудиологичной биоревитализации вы тоже можете пройти этим мезороллером, чтобы стимулировать и активизировать. Теперь у некоторых бывает такой вопрос, а можно ли мезороллер и ревитализацию? Вы знаете, это очень ценный и хороший продукт, который просто сделать мезороллером рамки и нанести на поверхность, сколько там проникнет. Мы же знаем, что туда практически ничего не проникнет. Если только с целью профилактики. И то, вы знаете, результат будет больше от мезороллера, от стимуляции. Конечно, плазма не пройдет, а это хороший препарат. Давайте мы его в дерму введем, и тогда получим не пальму на голове, но роскошную шевелеру. Если решим, какие-то свои проблемы. Так, что еще у нас? Пробел в кем-домен, а для мэн нет. А для мэн нет? Вчера в реке у нас был один доктор, который любит ездить по всеми международным комплексам и семинарам. Он говорит, для мэн тоже есть. Мы говорим, скажите, пожалуйста, что? Он говорит, мы эту плазму активизированную смешиваем с гиалуроновой кислотой. И делаем коррекцию для мэн. И активизация происходит, и все проблемы исчезают. Почему нет? Анестезия. Анестезия тоже только при помощи крема достаточно. Мы уже пробовали, делали. Достаточно для анестезий, как для ума, так и для мэн. И вот я вам хочу показать такую таблицу. Какие системы существуют в мире для получения плазмы, для ее активации и чем мы можем сравнить? То есть это не плазмы, это цифры. Когда математика включается, трудно спорить. Количество плазмы, которые получаем, ну вот вы знаете, наверное, Трайлайф. Если, может быть, пользуетесь этой системой Трайлайф. Другие системы, которые есть в мире. Некоторые из них, правда, только используются или в стоматологии, или в хирургии, или в кардиологии. Но, тем не менее, вот они есть. Концентрация травмоцитов, если сравнить, смотрите, вполне достойная Трайлайф. Теперь концентрация самих факторов роста. Если мы сравним, вот самый важный, который для нас, да, травмоцитарный фактор роста, 150-140, эпидермальный фактор роста, самый важный, который. Все стремятся, чтобы он у них был в нужном количестве, потому что это самый важный и он активизирует. Можно сделать вывод, что вполне достойная система, которую можно и надо обязательно попробовать. Если вы еще этим не занимаетесь, я не скажу, что это моя любимая процедура, или процедура выбора номер один. Но у меня, как у практикующего доктора, есть пациенты, которые очень продвинутые, которые читают все в интернете, разговаривают с друзьями, подругами и говорят о плазмолифте. Я говорю, конечно, есть такая процедура. Я могу быть сам, я могу быть против. И нет каких-то доказательств, да, научно обоснованных, таких вот прям конкретно. Много литературы есть, много исследований есть. Дальше вот можете посмотреть и различные конгрессы, журналы печатают, и серьезная литература есть, где есть мнение ученых. Они спорят друг с другом. То есть мы с вами можем спорить. Вы можете быть со мной не согласны, я тоже могу быть с вами не согласна. Надо это или нет. Пусть это будет. Дадим право выбору нашему пациенту. Если есть все другие процедуры, ну пусть будет и это. Когда вы можете предложить широкий выбор, это всегда хорошо. И потом это ваша любимая работа, но это и ваш бизнес. Мы же за счет этого живем, кушаем то, что заработали. А у кого-то и девушки есть красивые, которые тоже учат. Поэтому вот такая система, и я рекомендую вам ее попробовать. Может это будет ваша любимая процедура. Если есть какие-то вопросы, с удовольствием ответим. Или когда будет процедура, мы можем поговорить с этим. Что конкретно в этом парке, в архиваторе? Ионы кальция, которые вызывают лизис, да? Транфакция, вот эту грануляцию. И в составе вот этого «Промо-Экс» у нас есть представитель компании «Промо-Италия», которая занималась и работает там. Меня зовут Ирина по каким-то таким вопросам по маркетингу. Вы можете общаться со мной. Вообще, мы называем эту формулировку, она запатентована. Но, приоткрою вам секрет, входят ДНК-нуклеотиды. Их список у нас есть в нашей исследовательской научной литературе. Их около шести. Это Тихо-Эксимин, Диамин. В общем, их некоторое количество, да? И если вам интересно, да, вы ко мне подойдите. Я вам расскажу, да, про вот эти ДНК-нуклеотиды, которые входят в активатор. У активатора в Соединенных Штатах, вы знаете, мне сложно сказать, я знаю, что мы сейчас в Соединенных Штатах активно получаем сертификацию, я не могу вам дать гарантию, что она есть именно на нашу плазму. Я знаю, что мы этим занимаемся, у нас есть специальные американские наши коллеги, которые этим занимаются. Сертификат есть в России, я знаю, есть. Европе, европейский сертификат. Гарфон есть точно, что там сертифицирован. Казахстан. Ну вот все, лучшие страны, лучшие страны СНГ и Евросоюз. И Китай, вот, Китайская зона. Конечно, конечно, ну, естественно, это Европейский Евросоюз. Но вот и не регистрация в Суре. Никакого, ведь, если Америка в Суре, как Супранку, в чем это, то именем нечено. Просто, может быть, даже бывает, что мы и не предлагаем туда эти препараты, то есть достаточно большая зона. У меня в России есть сертификат? Конечно, конечно. Причем именно на процедуру проведения терапии берки. Потому что у многих есть просто сертификат, например, на забор в Холе. То есть всегда вы должны узнавать, какой тип именно сертификации. У нас вот ЧЕ 0476. Именно на проведение процедуры плазмотерапии. Причем, пожалуйста, так как Вы представитель компании, может быть, Вы знаете, кто занимается с Вашей плазмой не только в эстетической медицине, но и для лечения хронических ран. Может быть, кто-то делает научные исследования и так далее, используя Ваш продукт? Вы знаете, мы в Италии сотрудничаем со многими стоматологическими клиниками, которые, да, стоматологические, которые применяют, я знаю, что применяют эту технологию именно вот в своих процедурах. Знаю, что наши доктора активно общаются с клиниками, которые занимаются, как называется, проблемами с ногами, да, ортопедия. Там тоже применяют эти технологии. Поэтому, конечно, да, в Италии, так как у нас именно научный, наши исследовательский отдел находится, да, мы, скажем так, самые наши продвинутые процедуры мы делаем так, конечно же. У Вас есть контакты, да? Конечно. Спасибо. Поможешь? Да, поможешь. Не рекомендую сказали, но... Витамины, витамины, витамины. Нет, вот я говорю, только надо проконтролировать, чтобы он не принимал какие-то препараты, лекарства, витамины, потому что, особенно витамины, дают реакцию. Значит, что получается? Концентрация. Вообще много здоровья. Это как свинки из молока. И когда мы делаем лекарства, особенно для лицом, много вызвания, заболевания. Поэтому пациентам, а нам нас хороших собирают, спрашивают, вы, проходите ли какое-то чечение, если хронические заболевания. То есть кровь должна быть хорошей и здоровой. Поэтому, Куара, можно отправить уже, сдать общий анализ крови, хотя бы, да, чтобы понимать. С чем мы это и делаем? А вы поймёте? Да, совершенно не поймём. Но мы витами процентов. Нет, антифосфолипидный синдром, специальная анализ. Это лучше. Да, конечно. Вот. А так, видимо и побочные. Нет, конечно. Вы очень не забываете здесь. Это вот, например, в основном, что бывает после. Ипериме. Ипериме. А чего? Активный препарат. Активный препарат. Ну, вот я говорю после процедуры. Вот. Компания Промо Италии. То, что мы говорим, что там замедляется высохлаждение факторов, которые ответственность за воспаление. Да, первый день. Ну, да. У некоторых там до 4-6 часов бывает это перемеет. А потом успокаивается. То есть, ну, даже вот у меня, на практике, твой суток никогда не был. Особо чувствительно. Вы имеете в виду с использованием активатора? Да, с использованием активатора. А есть разница использования? Да. Больше, меньше. Да. Потому что вот эти реакции на плазму, а здесь мы говорим, что это замедляет в освобождении факторов, которые ответят на испарение. То есть, задерживаем испарительный процесс. Бери. Бери. Да. А вам нужно что? Это оборудование. А вы делали троймазер? Да. Что? Вот звонок сколько? Бери. Здесь уже, в принципе, уже не в одном, в среднем будет. Ну, сейчас, я похож на родительство. Да. Высли по тем, что или нет, а перед этим мальчиком? А перед этим, перед этим... Оно стоит. Ну, другие. Инстаграмы. И вот, знакомых, да? Ну, вот так же это. Ну, вот, не только эти дни отъемы. А вот и эти дни отъемы. Вот так и отъемы. У вас только театра. И вот так и отъемы. Вот так и отъемы. Но у меня, поэтому, моих практик не было, или вы себя помните, пожалуйста, для чего это может быть? Вы знаете еще, в чем хорошо с этой компанией работать? Что когда у нас возникает какой-то вопрос, мы все время задаем и получаем... Обязательно отправляйте фотографии, мы сразу нашим химикам, нашим докторам это все передрисуем и получаем... Ну, они там, я думаю, что все соблюдали и делали как правильно, да, и... И списывать на то, что это индивидуально, это то, что мы хотим, потому что примерно все должно быть веростроваться. Поэтому, ну, вот, я подумала, для чего это работает? Мы пока же здесь вот соним. Вы делали раньше, мы делали? Да. Вот делали? Да. Сделали с другими компаниями и обладали. А, ну, я понимаю, что и другие процедуры отрежут такую реакцию. А, ну, вот, я понимаю, что это все там, почему? Причем. Амория. Потому что, значит, если вы в этот процесс, вот, так вот, например, надо понять, почему Амория? Амория. То есть, что вы опять делали? Потому что это вот смартфон, который не заказывал, а то я уже был более активным. Скажи, что здесь не активно, что сказал? Да. Амория. Ну, если, ну, если, ну, понимаем, то, вот, да, ну, понимаете, то, что, значит, по сравнению с тем, то, как бы я снять в этом отношении с тем, то я решу, как бы я не могу говорить, я не могу говорить о чужбе. Амория. Нужно понять причину эти проблемы. Акны будут в пену цвета, если ты хочешь помочь иностранцам своей. А есть у вас опыт лечения постакнового рациона? Могут плазмами использовать? А, для постакнового цикла? Да, для постакнового рациона. Это очень хорошо, когда вы так, да? Потому что я же такой же доктор в первую очередь. И когда мне просто говорит компания, что вот так, вот так, вот так, вы же по словам. Да, мы присущены, но все равно. И не все, это для вас очень важно. И мы здесь уже можем сделать какой-то вывод с вами, да? Теперь говорим о лечении ротцов тех же самых постакновых. Конечно, одной плазмы не сделать. Почему? Так, почему? Потому что слегрозная ткань, плазма же не может ее растворить в гиброз. И коктейлерами не может быть. Но если вы делаете препарат, содержащий коллагеназов, который размягчен из гиброза, и вот это затяжение с падением приподняется, вот здесь мы можем плазно поддержать и как-то отличить качество кожи активизации. А потом я запишу ваш email. У вас что бы вы дали вам ответить? Не знаю, что вы как-то специалисты вопрос задали. Еще какие-то вопросы или, может быть, найдем вместе ответ на какой-то вопрос? Бывает и так, в сборе рождается истина. Нет, глава ее перерывчиваем, мы ее опаздываем по программе, и там есть тут как раз пациенты. Пеки у нас там чуть-чуть от раукелия, как иди коктейлер, моля слава. И курина маистас.